калмыкия один из 85 субъектов входящий в состав российской федерации наряду с тувой и алтаем она замыкает тройку лидеров по уровню бедности тут нет работы нормальных условий жизни и каких либо перспектив может показаться что республика просто затерялась где-то на картах мне нужно от вас чтобы вы показали республику калмыки богом забытый для россиян регион с населением в 270 тысяч человек стал для кремля неким негласным полигоном для испытаний методик русского мира на местном населении годами отрабатывали с технологией русификации искоренение местного калмыцкого языка и культурный геноцид именно в калмыкии кремль решил и отмывать репутацию собственных бандитов так мэром местной столицы города элисты в 2019 стал дмитрий трапезников бывший глава самопровозглашенной донецкой народной республики вызвал недоумение даже у местного населения потомственный калмык в мэрском кресле засиделся недолго и вскоре за выслугу лично перед путиным вовсе стал вице-премьером республики трапезников такая лакмусовая бумажка показывающие отношения кремля путинской россии по отношению к национальным республикам поэтому трапезников это знаете такая красная тряпка для быка как говорится в итоге народное недовольство вылилось в декларацию о государственной независимости республики калмыкия составленный национальными активистами региона документ требует немедленной остановки фактического геноцида двухсот семидесяти тысячного народа и провозглашение суверенитета демократического и правового калмыцкого государства основанного на праве народов на самоопределение сейчас весь мир увидел что на самом деле как живут коренные народы россии малочисленные каково это быть под гнетом когда твой язык это твоя культура она уничтожается с федерального центра мы хотим создать там свое государство в котором будем жить по своим законам свой выбор калмыки готовы отстаивать даже с оружием в руках в калмыкии будет организована силы самообороны и мы сумеем защитить свою республику не допустить бойни не допустить того чтобы русские солдаты пришли на нашу землю и мы будем сражаться за свой народ и бой этот для россиян если те лишь сунутся в калмыкию будет не из легких несмотря на вероисповедания большинство калмыков буддисты местное население с чужаками не церемониться биться до последнего за родной край для калмыков дело чести вот как вот из 90 группировки есть же и раньше у нас такие каждую неделю массовые даки каждую неделю коктейли молотова кидали там еще улицы горели там несложно догадаться что подобный второй фронт да еще и в таком месте на карте кремлю пугает не на шутку вряд ли вице-премьеру республики трапезникову трусливо сбежавшему в свое время из так называемой днр удастся усмирить неспокойный народ рассчитывают на это и сами борцы за независимость региона россия не скрывает свое отношение к малым народам такое представительное и но это терпеть нельзя уже это просто переходит все границы для большинства из более 200 народностей проживающих на сегодняшний день в рф политическая и экономическая нестабильность в россии шанс на независимость в списке претендентов на федерализацию вслед за калмыками стоят якуты чукчи дагестанцы и многие другие среди бурят монголов тоже есть люди которые хотели бы чтобы бурятия объединилась например с монголией а как известно вместе хорошо и не другобить эта пословица может стать комом в горле путина погнавшись за украинскими землями кремль потерял по дороге большинство своих самопровозглашенную преемницу ссср в ближайшем будущем ждет судьба союза в девяносто первом и именно калмыкия может стать катализатором распада россии и открыть новую страницу в истории рф